В левом углу расположился мегалодон. Он считается самым крупным и опасным хищником в водном мире. Имеет репутацию хладнокровного охотника, который может перекусить рыбацкую лодку одним движением челюстей. Пожалуй, нужна лодка побольше. Но что, если он столкнется лицом к лицу с другим водным монстром? В правом углу находится мазазавр. Древняя рептилия-динозавр, которая водилась в водах Атлантического океана около 80 миллионов лет назад. Мазазавры питались крупной рыбой, гигантскими черепахами, другими мазазаврами и даже птицами. Хорошо, что мы не входим в это меню. Но чтобы выяснить, сможет ли эта рептилия победить самую большую акулу из всех, которые когда-либо существовали, мы сравним этих монстров по нескольким параметрам. Начнем с размера. Мегалодоны вымерли около 3 миллионов лет назад, но до сих пор считаются самыми крупными и опасными хищниками в океане. Об их реальных размерах можно только догадываться. Единственные найденные останки этой древней акулы – зубы и позвонки. Напоминает мою бабушку. Где она только не оставляла свои вставные зубы. Но с помощью расчетов и компьютерного моделирования ученые пришли к выводу, что длина мегалодона могла доходить до 15 метров. Это больше похоже на вагон нью-йоркского метро. Вот только вагоны никого не проглатывают. А теперь давайте посмотрим в правый угол. Размеры мозазавра также остаются предметом обсуждений. Однако считается, что средняя длина этого монстра составляла около 11 метров. По размеру как автобус. Но в 2016 году ученые обнаружили останки самого большого мозазавра в истории, который достигал в длину 18 метров. Если сравнить его с самым высоким человеком в мире, и рост которого составлял 2 метра 43 сантиметра, мозазавра кажется в 7 раз больше. Эй, а здесь кто-то весьма неплохо считает. Итак, первый раунд за мозазавром. 1-0 в пользу древней рептилии. Следующая категория – вес. Давайте начнем с бойца в левом углу. Самые большие мегалодоны весили от 27 до 59 тонн. Это больше, чем вес пустого Боинга 737. Без напитков и закусок. Несмотря на то, что мозазавр длиннее, его вес не так уж велик из-за формы тела. Вес взрослых особей мог доходить до 14 тонн, что составляет половину веса мегалодона. Для сравнения, взрослый синий кит может весить до 100 тонн и даже больше. Но киты не такие крупные хищники, как мегалодон и мозазавр. В этой категории мегалодон одерживает победу и получает свое первое очко. Счет 1-1. Давайте перейдем к следующей категории – скорости и ловкости. Мегалодон не был самой быстрой рыбой на Земле. Он мог развивать скорость около 18 км в час. Например, самое быстрое морское существо – рыба-парусник – может разогнаться до 109 км в час. Тем не менее, это не мешало мегалодону стать главным хищником водного мира. Человек в среднем может плавать лишь со скоростью около 3 км 200 м в час. Но слабое место мегалодона – это ловкость и маневренность. Ведь по сути, он как 50-тонный грузовик, который не сможет быстро повернуть, изменив направление. Если он собрался атаковать, то у него будет только один шанс ударить, потому что когда он зайдет на второй круг, у его жертвы будет возможность скрыться. Точная скорость, которую мог развивать мозазавр – неизвестно. Но ученые считают, что он позаимствовал свой стиль плавания у угря. Он отталкивался хвостом и управлял движением маленькими боковыми плавниками. Это обеспечивало ему невероятную маневренность. Теоретически, это могло бы помочь ему выпрыгнуть из воды, как в сцене из парка юрского периода. Но чтобы узнать точную скорость, которую мог развивать мозазавр, нужно найти куда больше останков этой древней рептилии. Поэтому очков категории скорости и маневренности присваивается мегалодону. Итак, 2-1 в пользу самой большой акулы всех времен. Следующая категория – приспособления для боя. Сначала мы изучим арсенал мегалодона – его гигантские зубы. Они были чрезвычайно острыми из-за своей треугольной формы и достигали 18 см в длину. Зубы мегалодона считаются самыми крупными из всех когда-либо существовавших, и у него их было 250 штук. Они располагались в 5 рядов и легко прокусывали толстую кожу китов и других древних существ. Кроме того, невероятным был и размер челюсти мегалодона – шириною в 2 метра. Среднестатистический человек мог бы легко в ней поместиться, стоя там в полный рост. Да, такое бы точно попало в категорию самых глупых селфи. Сила мускулов в сочетании с гигантской пастью делает укус мегалодона одним из самых сильных на нашей планете. Основным инструментом для схватки мозазавра также является челюсть. В ней помещалось от 40 до 50 острых и массивных зубов. Они были конической формы, чтобы легко прокусывать даже самую толстую кожу, проходя через нее как нож сквозь масло. А сама челюсть была похожа на змеиную. Таким образом, мозазавр мог проглотить огромную добычу, даже не пережевывая. В некоторых из обнаруженных останков мозазавра были найдены хорошо сохранившиеся останки рыб, и они были длиной почти в метр. Голова мозазавра была около 70 сантиметров в длину. И несмотря на то, что этого явно недостаточно, чтобы проглотить мегалодона целиком, он мог бы легко откусить от него довольно большой кусок или даже просто оторвать ему хвост. За свое такое исключительное приспособление для боя мозазавр зарабатывает очко. Счет сравнивается 2-2. Последняя категория – это боевые навыки. Хотя мегалодон обладает огромной массой и острыми зубами, он достиг вершины пищевой цепочки совсем по другой причине – благодаря интеллекту. Ученые обнаружили множество останков китов со шрамами от зубов мегалодона. Эти находки помогли понять охотничью тактику этой гигантской акулы. Оказалось, что мегалодон мог находить слабые места у других морских существ и знал, где находятся их жизненно важные органы. Другие останки имели множество переломов. Очевидно, животные испытали на себе 50-тонный таран мегалодона. Он легко мог бы пробивать и бетонные стены. У китов не было против него ни единого шанса. Благодаря своей тактике мегалодон мог легко справиться с добычей гораздо большего размера, чем он сам. Он мог атаковать хвост и плавники кита, пока не обездвиживал его полностью. А потом, когда жертва становилась совершенно беззащитно… Что ж, как говорится, обед подан. В отличие от акул, которые любят устраивать засады, мазазавры были довольно агрессивны. Ученые обнаружили множество останков мазазавров со следами зубов их собственного вида. Сражались ли они за еду или за территорию – неизвестно. Но мы точно знаем, что их схватки были весьма жестокими. Некоторые найденные останки имели множественные переломы. Тем не менее, мазазавры не таранили свои жертвы. Они хватали их за голову, активно кусали и боролись, ломая им кости. Точно так же делают и современные крокодилы. Кроме того, мазазавры обладали прекрасным зрением, что давало им возможность видеть жертву издалека и нападать неожиданно. Прежде чем мы перейдем к схватке, разрешите представить вам бонусный раунд. Своеобразный приз зрительских симпатий. Мегалодон уже не раз появлялся во многих фильмах, сериалах и комиксах. И каждое его появление внушало зрителям страх и ужас. У него действительно репутация идеального хищника. И мы бы, не раздумывая, поставили на него все, что имеем. А вот мазазавр не часто появляется в массовой культуре. Но сцена, где он проглатывает большую белую акулу, удивила зрителей всего мира. Так что у этого динозавра есть весьма неплохой потенциал стать звездой. Конечно, все это никак не влияет на исход боя. Ну а вот и гонг! Теперь мы, наконец, узнаем, кто же победит в этой схватке. Противники встречаются в водах у берегов Северной Америки. Мазазавр замечает мегалодона издалека и нападает первым. Однако его зубы недостаточно велики. И он практически не наносит противнику никакого вреда. Теперь гигантская акула нападает на рептилию. Мазазавр очень проворен, и он легко уворачивается от медленных атак мегалодона. Они расходятся. Пришло время изменить тактику, и мегалодон решает пойти на хитрость. Мазазавр — это рептилия, хоть и огромная. А это значит, что он дышит воздухом и плавает под водой, на определенное время задерживая дыхание. Мегалодон начинает погружаться глубже, заманивая мазазавра в ловушку. В глубокой воде древние рептилия чувствуют себя неуютно и начинают совершать ошибки. Мегалодон атакует плавниками и хвостом, лишая противника подвижности. Как только мазазавр теряет свой хвост, битва заканчивается. Мегалодон снова доказывает, что он настоящий царь Марии и совершенно заслуженно находится на самой вершине пищевой цепочки. Мегалодон